Боксинг 1867 Его соперником будет американец Джермейн Франклин, который в своем последнем бою доставил некоторые проблемы Диллиану Уайту. Ну, что сказать, это достаточно неплохой соперник для камбэка, довольно непроходной, как бывает, полностью берут уже проходных соперников. Джошуа, естественно, идет крупным фаворитом, так как он выше классом, чем соперник, бывший чемпион. И поставить на победу Энтони можно с котировкой 1.08. Ну, а Франклин идет крупным андердогом, на него дают котировку 8.90. Пройдемся быстренько по боксерам. Начну с Энтони Джошуа, занимает он третью строчку рейтинга, это 33-летний британский профессиональный боксер. Это двукратный экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO. Ну, еще там IBO, пояс второстепенный, да. Энтони дебютировал в профи в 2013 году, перешел он сразу после Лондонской Олимпиады, где взял золото. В профи он провел 27 поединков, 24 из них он выиграл, 22 поединка завершил нокаутом, вот. И три поединка он проиграл, один из них нокаутом. Он проигрывал не только Александру Усику, кто не знал, но и Энди Руису. Последний раз британец выигрывал бой в 2020 году, с тех пор он провел диалогию с Александром Усиком. Вот, но проиграл он, проиграл по очкам он оба поединка. И это серьезно ударило по ментальности Энтони. Это заставило задуматься о смене команды. К реваншу, например, против украинца его уже готовил Роберт Гарсия. Вот. И во втором бою он выглядел, конечно, куда лучше, чем в первом. Я думаю, эта заслуга полностью лежит на Гарсии. Неплохо он поработал с Энтони, но, судя по всему, они не сработались. Они не сработались, и Джошуа отправился дальше искать там тренера. Были разные варианты рассматривались. Даже рассматривался вариант. Джошуа хотел тренера Бивола. Вот. Тренироваться у тренера Бивола. Но все-таки остановил он свой выбор на Дереке Джеймсе. Это наставник Эрола Спенса. Вот. Сейчас Джошуа тренируется в Америке. Но, тем не менее, давайте отвлечемся, да, от поражений британцев. Вспомним его битую оппозицию, которая довольно впечатляет. В нее входит Александр Поветкин, Джозеф Паркер, Владимир Кличко, Диллиан Уайт, Карло Стокам, Кубрат Пулев, Энди Руис-младший. Вот. Доминик Бризил, Чарльз Мартин. Ну, наверное, Эрик Малина. Вот. Довольно-таки серьезная битая оппозиция. Стиль бокса Энтони можно, наверное, описать как комбинацию такого технического бокса и силового. Да, Энтони обладает неплохой техникой. Я бы сказал, хорошей техникой. Также он довольно сильный и быстрый боксер для своего телосложения и веса. Это делает его опасным для противников, в принципе, на любом этапе боя. И одним из, наверное, основных преимуществ Энтони Джошуа является, конечно же, его вот этот мощный удар. Он может нокаутировать противника с любой руки и в любой момент боя, если он попадет, то, в принципе, это может быть нокаут. Кроме того, он обладает, конечно же, отличными физическими кондициями. У него неплохая дисциплина, подготовка отличная. И это все, конечно же, ему помогает удерживать преимущества в боях на протяжении всего поединка. Также он довольно габаритный. Его рост 198 см. Размах рук 208 см. Однако у Энтони Джошуа есть некоторые недостатки. Например, он может иногда недооценивать своих противников и забывать о тактике, как было в первом бою с Руисом. Это может привести к тому, что он может схлопотать плюху в ответ. И все закончится довольно плачевно для него. Потому что еще одним недостатком является его слабый подбородок. Не сильно он держит удар хорошо. И иногда он оставляет свою защиту. Убирает руки. Остается подолгу открытым. Что может привести к получению этих ударов в голову. Ну и самая большая, конечно же, проблема Энтони – это ментальность. После боя с Усиком он совсем расклеился. И ему нужно в первую очередь работать над своим психическим состоянием. Психологическим. Но перейдем к сопернику. Джермейн Франклин. Он занимает 31 строчку рейтинга. Это 29-летний американец. Выступает он на профи с 2015 года. На любительском уровне он побеждал в турнире «Золотые перчатки». Также он входил в состав национальной сборной. Претендовал даже на поездку на Олимпийские игры в 2016 году. Но все-таки принял решение перейти в профессионалы. В профи он провел 22 поединка. 21 выиграл. Из них 14 нокаутов. Ну и одно поражение. Поражение у него в его последнем бою от Диллиана Уайта. Неплохо он там с Диллианом поработал. Доставил ему некоторые проблемы в принципе. Но оппозиция у Франклина слабо говоря проходная. Избитой оппозиции я могу лишь наверное выделить середняка Джерри Фореста. И там была довольно спорная победа в этом поединке. Что сказать о нем? Он любит работать первым номером. Предпочитает дальнюю дистанцию. Неплохо выбрасывает двоечки. Довольно хорошо джебит. Но конечно это на фоне более мелких или таких как он по размеру его боксеров. Разберем немного бой. Знаете Энтони наверняка будет боксировать. Он будет пытаться боксировать. Пытаться держать соперника на джебе. В плане психологического аспекта конечно непонятно. Как он себя там будет чувствовать в ринге. Работали с ним психологи? Не работали? Не знаю. Но я не думаю что Джошуа сразу попытается нокаутировать Франклина. И пойдет в такую рубку. К сожалению эти времена давно ушли. И Джошуа уже после поражения. Громкого поражения Руису. Джошуа уже не идет в такой откровенный размен. Пытается он боксировать. Хотя нокаутировать Франклина просто для Джошуа необходимо. Сейчас объясню почему. Потому что если Джошуа не сможет его удосрочить. То это будет такой очень тревожный звоночек для британца. Конечно Франклина еще никто не ронял. Вайт там потрясал его в последнем раунде. Их поединка так крепко он его потряс. Но не смог он его все-таки отправить в нокдаун. Против Франклина конечно нужна комбинационная работа. Нужен прессинг. Я думаю не стоит ему отдавать центр ринга. И Франклин будет конечно же удобен для Джошуа. Он и ниже и руки у него покороче. Франклин вероятно попытается действовать как Энди Руиз. Который в 2019 году будучи андердогом нокаутировал Джошуа. И естественно завоевал три титула чемпионских. Да что говорить. Физически Франклин вообще похож на Руиза. Да и руки у него чуть-чуть подлиннее чем у Руиза будут. Но Франклин не обладает такими быстрыми руками как Энди Руиз. Франклин неплохо как я уже говорил пробивает там джеб, двойки. Но он довольно медленный боец. В защите он чаще всего полагается на нырки уклоны. Да и результат этого боя честно в большей степени зависит не от самого Франклина. А вот формы Энтони. Нисколько вот физической формы как психологической. Поэтому мой прогноз такой. Я считаю что Джошуа вернется на ринг и одержит победу. Скорее всего досрочно. Хотя Франклин никогда не был конечно же отправлен в нокаут. Его вот предыдущие соперники были ну скажем так далеки от элитного уровня топового. Вот Вайт был первым серьезным вызовом для Франклина. И он едва не нокаутировал его в конце боя. Конечно едва не считается. Но для победы Франклина мне кажется должно произойти нечто невероятное. Лаки панч, недооценка противника. Вот удачей для Франклина будет я считаю даже выстоять всю дистанцию поединка. А под градом атак Джошуа ну только трое из его противников. Противников Джошуа смогли удержаться с ним на протяжении вот всего поединка. Вот поэтому мне кажется что Джошуа все-таки сможет удосрочить своего соперника. Спасибо друзья за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также пишите в комментариях как вы считаете кто победит. Удачных ставок. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok